Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашлиц.ру И сегодня я хотела бы оставить негативные отзывы, ну как негативные, рассказать вам о тех средствах серии Avon, которые лично мне, при моем использовании, мне не понравились. Итак, первое, что мне не понравилось, дизлайк, это вот такая краска для волос. Avon Advanced Techniques Professional Hair Color. Ну вообще, седая я стала вся в 17 лет из-за наследственности. Это, конечно, очень обидно, потому что у меня есть подруги, которые 35 лет, и они никогда не красились, у них нет ни одного седого волоска. А когда ты с 17 лет красишься, зато перепробовала, наверное, уже очень большое количество средств и имеешь представление. Так вот, решила я попробовать такую краску для волос. Мне очень понравился цвет темно-русый. Потому что мой настоящий цвет, он тоже темно-русый. Многие краски слишком темные, они забивают волосы, и те на концах становятся практически такие черные совершенно, темно-русые. Почему-то мне всегда не везло с теми красками, которые смешиваются в тюбике. Которые надо смешивать в тюбике, и потом с помощью тюбика ты так наносят. Почему-то всегда не везло. Всегда они были плохими, это какая-то закономерность, наверное, я никогда теперь не буду брать. Хорошие краски – это краски, которые нужно смешать в миске, в тарелке и наносить с помощью кисточки. Вот они почему-то всегда хорошие. Ну и ладно. Пишут, конечно, все хорошо, защищают волосы до, во время, после окрашивания. Превосходно закрашивают слизну, равномерно окрашивают волосы, дарят им стойкий цвет. Что могу сказать? Из всего этого, возможно, только работает защита волос. Потому что там было специальное средство, которое нужно наносить еще до окрашивания. В структуре напоминает какой-то бальзам. Вроде было так приятно, неожиданно, какая-то новинка. Следовала я строго инструкции. Кстати, здесь самое интересное, что в этом средстве для окрашивания волос перчатки так замысловато спрятаны в инструкцию, которая находится внутри, что я даже не сразу их нашла. Их было очень трудно найти. Там имеется такая инструкция, ее нужно развернуть. Перчатки настолько тонкие, что вы можете их просто не найти с первого раза. Но, если вы захотите пользоваться краской, то вот они там вот так замаскированы. Развела все согласно инструкции. Краску выдавливается во флакон такой и с помощью флакона, значит, наносится. Выдерживается определенное количество времени и потом смывается. Вообще седину не закрасили, вообще. Цвет немножко, да, придали. То есть, все равно же после использования краски цвет, он отличается от вашего, родного, скажем так, они должны быть более блестящими, более насыщенными. Вот такой вот цвет стремится. Цвет дали седина. Как было вообще? Такое чувство, что это вообще какая-то шутка про превосходно закрашивать седину. Вообще не закрашивается. Нисколько. А сейчас я практически не пользуюсь краской. Я перешла на специальные оттеночные бальзамы. Мне они нравятся, потому что они удобные. Единственное, что это, я постоянно покупаю перчатки для окрашивания, потому что бальзамы оттеночные, они очень хорошо прокрашивают ногти. Вот. И сейчас мой цвет, это все, это оттеночный бальзам. То есть, вы помыли голову шампунем, а затем наносите вдоль линии роста волос какой-нибудь жирненький крем, чтобы у вас кожа не прокрасилась, да, здесь, на ушах, там. Вот. И наносите, как обычный бальзам, хорошенько растушу, ну, хорошенько его, да, промазываете у корней. Если хотите, на всю длину можно, на всю длину. Ну, я в основном только корни. Держится, ну, в принципе, хорошо, как краска. Вот. Стоит гораздо дешевле и хватает надолго. Мне нравятся оттеночные бальзамы. Краску я не беру уже, вот, последний раз брала его на сухую краску, но мне не понравится. Может быть, это именно этот цвет так себя повел. Может быть, другие цвета, они лучше, но, по крайней мере, об этом могу сказать, что седину он не закрашивает вообще. Вот. В общем, есть шампунь и бальзам. Шампунь и бальзам вообще в тензине очень хорошие, действительно. Волосы классные, запах замечательный. Расчесываются легко, блестят, отмывают хорошо. Нареканий нет. Но сыворотка, сыворотка-заполнитель, она будто бы должна тоже увеличивать там волосы в объеме. Сейчас я объясню, что мне не понравилось в этой сыворотке. Так, сыворотка-заполнитель. Волосы выглядят более густыми после применения сыворотки. Нанесите на чистые, влажные волосы, вотрите у корней. Ни в коем случае ее не наносите у корней. Потому что, если вы нанесете эту сыворотку у корней, то ваша голова, после того, как высохнет, да, после ванны, будет казаться очень грязной и жирной. Я наношу эту сыворотку по длине волос. И действительно, после высыхания создается впечатление, что волосы стали толще. Стало больше, да, там, в объеме они как будто стали толще. Но такое чувство, что волосы очень грязные, они как будто какие-то липкие. И я читала отзывы еще также на эту сыворотку. Пишут, что там в состав входит какое-то вещество, которое сродни муссам для укладки. То есть, когда мы пользуемся муссам для укладки, она же тоже как будто увеличивает, наверное, волосы в объеме. Но оно их фиксирует, делает такими более жесткими, именно для укладки, чтобы она держалась. Мне кажется, что вот это действительно тоже когда-то должен был быть, наверное, мусс. Может быть, его разрабатывали как мусс, но не довели до ума и допустали сыворотку заполнить. Когда волосы высыхают, они почему-то имеют такую неприятную структуру после этой сыворотки, как будто, не знаю, как паклик, но не должны здоровые волосы по ощущениям выглядеть так. 100 миллилитров. Мне сыворотка не понравилась, я ее не рекомендую к использованию. Ну и сегодня все. Больше продуктов, которые бы мне не понравились от Эйвана не было. Если они появятся, я обязательно запишу на них обзор. Всем пока!